итак друзья жду когда вы подключитесь потому что повторю что мы сейчас повторно вышли в прямой эфир чтобы наладить до звук надеюсь что сейчас у нас не будет уже таких проблем ну и поскольку у нас первая часть фирма не сохранится я еще раз повторю дали небольшую водочку сделаю пока пока мы подключаем нашего гостя вот уже вижу друзья с нами сегодня татьяна лисина татьяна лисина мы уже мы на самом деле статья на впервые вообще вот встретились в диалоге это наше первое знакомство и мы уже успели перейти на ты друзья вот татьяна сегодня нам расскажет пробегу да еще разочек значит мы хотим поговорить о нейтрализации нежелательных оттенков и фона осветления а репигментации основе для создания сложного оттенка экспресс тонирования вот и коротко что у нас татьяна это владелец одной из крупнейших онлайн школ по колористике игры разума практикующий мастер 19 лет и преподавательской деятельности уже 8 лет и вот такой вот большой список мы решили что мы больше концентрата дадим и не будем сейчас воду здесь лить поэтому передаю слово я жду от вас обратной связи по звуку ну по-моему сейчас все хорошо до отрезка не слышу хорошо отлично я начинаю да да так ребят с чего первое начнем это нейтрализация говорю быстро старайтесь как-то записывать то же время очень мало у нас нейтрализация это в принципе самый такой момент обычно как провал знаний у мастеров потому что все хотят красивых оттенков все хотят чистых оттенков все хотят эксклюзивного какого-то цвета но многие до сих пор не понимают что фона осветления он всегда будет играть роль в формировании цвета всегда то есть помимо того что у вас есть красители окислители есть какие-то модные нюансы вы складываете рецепты вы за ними там гоняетесь сохраняете переписывать и каких-то брендов каких-то стилистов но вы все работаете с определенным клиентом у которого определенный фон осветления даже я вывела но я всегда называю что-то когда вот прям рожает ну серьезно родилось у меня три системы по нейтрализации сейчас объясню вкратце то что это уже более глобально там у нас урок занимает два с половиной часа по нейтрализации вот именно по моей системе это уже игры два у нас идут но мастерам сейчас будет полезно все равно смотрите мы всегда должны понимать каким продуктом мы с вами работаем сейчас я говорю о фоне осветления косметической базы потому что это как правило всегда сложно то есть натуралку рассветлить и потом ее задонировать это более проще потому что там нету концентрата косметического пигмента который мастер внес до вот поэтому есть три системы нейтрализации и вы ориентируетесь и понимаете чем вы красите то есть если мы рассветляем волосы к примеру порошком это один фон осветления если вы работаете допустим кислой смывкой это второй фон осветления то есть по уровню вот остаточного пигмента да то что после кислой смывками все знаем что цвет получается более менее носибель ну понятно что это теплые оттенки но это не ужасное что-то иногда после кислой даже клиенты говорят я готов идти так вот и третья система это когда вы рассветляете суперблондом вот потому что суперблондом на самом деле можно рассветлять еще и косметику будет зависеть все от чего от силы данного суперблонда данного какого-то бренда но если прям вот сделать выжимку из всей этой науки нейтрализации то самое главное понять мастеру что фиолетовый здесь никак не поможет фиолетовый оттенок это не друг колористу вот нейтрализации фиолетовым оттенком мы можем нейтрализовывать если мы сделали мелко амелирование аиртач где пряди очень тонкие порошок у нас был хорошая на ладну нанесение на голос да там где фон осветления прям уже на 14 уровне и практически нету никакого золотишка то есть белый лист бумаги может быть чуть-чуть не золотишко а желтинки потому что желтый и золотистый это разные цветовые направления и когда мастер на золото пытается наложить еще и фиолет который как правило раскладывается красный плюс синий это в лучшем случае если такой фиолетовый оттенок да некоторые фирмы закладывают два красных и одну синий то есть мы хотим нейтрализовать золото в котором есть еще и остаток красного если мастер берет фиолетовый сверху кладет а у него две молекулы красного да то получается он вроде как бы делает коммерческое направление какое-то более-менее носибельное но в итоге такие клиенты будут возвращаться с жалобой о том что им краснит фонит там желтит вот поэтому ребята самое основное взять себе понимание того что когда мы с вами расцветляем косметику у нас всегда будут теплые ржавые красные фон осветления поэтому важно научиться работать с синим и зеленым корректором вот сейчас ребята кто уже был на обучение к их разуму вы знаете что это страшно поначалу это непонятно да мы всю жизнь хотели с фиолетовым нас ориентировали на то чтобы это был фиолетовый цвет а тут мы говорим про какие-то зеленые особенно если мы говорим с блондинками но и зеленый и синий это как раз являются нейтрализующие цвета чем ниже уровень глубины тона тем больше у вас какого оттенка красного пожалуйста не берите за систему а когда вам показывает фон осветления на бумажке есть очень много да там у нас и в колледжах учили что на пятом уровне глубины тона там у нас красный оттенок да он может быть бордово красным он может быть усилен но представьте если я из палета вытаскиваю либо это может быть натуральные волосы которые были окрашены просто полу перманентом на пятом уровне глубины тона то есть это другой концентрат косметики в волосах и там бордового нибудь там возможно будет красный символ осветляет вот поэтому здесь важно поиграть если если нету понимания да в системе вот сама нейтрализация синими зелеными корректорами каких пропорциях докладывать мы берем баню баня что такое классическая баня думаю все уже работают все знают но я все равно лучше это шампунь краситель и окислитель а вот по поводу красителя какой мы можем брать мы можем брать либо уровень глубины тона да то есть мы хотим нейтрализовать на восьмом уровне глубины тона соответственно мы должны взять краситель на восьмом уровне глубины тона и здесь как правило нужно будет доложить еще микс тон потому что модное направление к примеру 811 я возьму мне будет просто недостаточно перекрыть и смотрите на восьмом уровне глубины тона после осветления обесцвечивания все-таки будет нам встречаться не просто просто, допустим, медный, а красно-медный, он может быть просто медно-красный, он может быть больше насыщенный красный и чуть-чуть медного, он может быть золотинкой, то есть в любом случае мне здесь нужно будет взять и синий, и зелёный. То есть какая-то рабочая схема, она не работает, стабильная какая-то таблица для использования, её нет, это нужна насмотренность. Да, вот это слово правильно, это и нужна именно насмотренность и практика, да, но при этом у нас должно быть понимание, вот, потому что вот база, восьмёрка, да, в ней не будет хватать, ведь база, она тоже несёт какой-то косметический пигмент, некоторые фирмы, немцы, да, это зелёный оттенок, блин, классно, то есть я могу здесь эту базу использовать, потому что она мне как раз-таки даёт нейтрализацию. Если я возьму какого-нибудь там испанца, а он будет красным, то есть понимаете, вот, поэтому, плюс ещё модное направление, которое является очень слабым, то есть очень мало пигментации, и мне нужно доложить именно микс-тонами. Как правило, вопрос ещё возникает, а могу ли я одними микс-тонами работать? Можете, если вы проведёте анализ своего бренда, потому что у многих микс-тонов, ну, вообще у всех микс-тонов есть уровень глубины тона тоже, да? То есть мы можем взять какой-то серый определённого бренда, и он будет, когда мы его проявим, да, он будет непосредственно там на восьмом уровне, а я, к примеру, хочу сработать на пятом или шестом. То есть мне здесь нужно взять будет серый, который именно такой насыщенный с черноватым оттенком. Я думаю, что у ребят возникнет вопрос, как проверить вообще на каком уровне глубины тона находится их микс-тон. Можно взять, я всё-таки рекомендую проверять на тест-прядер, не на полотенце, не на салфетке, потому что и салфетка, и волосы – это разная структура, да? Вот, поэтому краситель входит по-разному, и за счёт визуального, ну, когда мы смотрим визуально, у нас разное есть оптическое смешение, есть пространство, то есть мы чуть-чуть по-разному можем увидеть эту насыщенность. Поэтому, ребят, не на салфетках проверяем, берём тест-пряди, отрезаем, осветляем, либо покупаем готовы, и проходим со своими микс-тонами. Вы открасили, допустим, без бани, вы взяли краситель, вы взяли окислитель, всё соединили в равных пропорциях, открасили прядь 20 минут, и дальше нужно сфотографировать. Когда вы фотографируете, после этого вы фотографии переводите в чёрно-белый формат. Прямо у всех в телефонах есть, неважно, какой там телефон. И уже вы будете видеть, на каком уровне, то есть к палитре можно приложить и посмотреть, на каком уровне действительно находится ваш микс-тон. Отсюда будет сила его перекрытия. То есть мы понимаем, если он сильно пигментированный, значит, он низкого уровня глубины тона, значит, я им что могу делать? Работать с фонами осветления низких уровней глубины тона. Если он у меня более светлый, это не значит, что это плохо, это можно работать на высоких уровнях, с блондинками, например, на блондинку очень сложно положить, согласитесь, синий микс-тон. Можно, но это надо размывать, да? Например, нужна лёгкая нейтрализация, я возьму, конечно, вместо синего лучше пепельный какой-нибудь, опаловый какой-то цвет. Вот. Как я вообще рекомендую, особенно тем, кто очень боится работать, допустим, с микс-тонами. Вот, смотрите, мы сделали смывку из чёрного, к примеру, да, подготовили базу, и у нас клиент медно-красного оттенка, допустим, на шестом уровне, да, вот, хорошо подсмыло, с медно-красным сейчас визуально все представили. И, как правило, мастер привык уже выводить с такими фонами осветления в кресло, то есть он говорит о том, что, ну, это же смывка, сейчас мы там затонируем, и будет всё хорошо. Я всегда предлагаю сделать нейтрализующую баню прямо в раковине. И вот, когда мы берём низкие уровни глубины тона, клиент у вас должен выйти не оранжевый, а, грубо говоря, синяя голова, да? У нас сейчас в голове немножко как-то, блин, синяя голова, а когда мы работаем по нейтрализации в системе, мы уже понимаем, когда мастер сажается с оранжевой головой, мы думаем, в смысле? Ну, в смысле, то есть она оранжевая. Ты сейчас попытаешься затонировать или пускай перманентом сделать, но это всё смоется, и она будет оранжевая. Даже перекрыть тебе будет сложно, даже перманентом перекрыть будет сложно фоноскаление. Поэтому здесь должно быть понимание, осветлили, обесцветили, сделали смывку. Я сейчас правила низкий уровень глубины тона. Сделали баню нейтрализующей. То есть мастер должен, правильно вот только сказала, насмотренность, да? Фоносветление. Фоносветление. То есть она берёт, прядь, смотрит. В мокром виде ей сложно понять, к примеру, да, какой фоносветление. Она его высушивает и прямо начинает разбирать, вот что для неё больше в данном цвете волос в фоне осветления, это красный больше, это больше медный. Кто из них доминирующий? Когда мастеру сейчас может быть сложно, блин, я не знала, как я там буду это всё разглядывать, вы это увидите, потому что мастер, как правило, это визуал. Это человек визуал, который видит, он может не понимать, но видеть он видит. Вот, поэтому вы берёте прядь и смотрите. Так, что больше? Красного направления, но здесь есть ещё и медное. К примеру, не увидела медного, считает, что это только красное, берём, значит, что противоположно нейтрализующий, зелёный, и на этом же уровне глубины тона добавляем корректор зелёный. Вот здесь будет основной вопрос, сколько, сколько этого миксона добавить, чтобы было понимание, что всё перекроется. Сложно, ребят, сказать, потому что я ещё раз говорю, история волос у всех всегда разная. Чем красили, как красили, на сухие, на влажные, какой процент взяли, да, там масс-маркет это был, всё это имеет значение по остаточному количеству пигмента в волосах. Каким средством вы осветляли, обесцвечивали, сколько держали, какой процент, какая сила осветления у порошка, всё будет влиять на остаточный пигмент. Поэтому чётко прописаны инструкции, она, конечно, есть, но она на Играх-2, там, где уже люди умом понимают, что да как, да. Но сейчас я вот говорю ребятам, чтобы могли прям применить, да, и там даже если они не пойдут ко мне на обучение, грубо говоря, а зря. Вот, значит, берёте, вы понимаете, что доминирующий красный, вы берёте уровень глубины тона и добавляете, к примеру, ну я сразу говорю, если это низкий уровень глубины тона, там, пятёрка, шестёрка, 4 сантиметра, смело можно. Самое главное, чтобы ваш микс-тон был на этом же уровне глубины тона или чуть-чуть пониже, тогда можно сократить количество микс-тона. Если он выше, то, блин, ну хоть килограмм выложите, и вряд ли вы нейтрализуете вот это вот фоноцикление. Сделали баню, нанесли. Всегда говорю, не надо, мы усякивайте это всё в голос. Наш мастер что? Он стоит, техничает и подтирает, и подтирает, и подтирает. Там что-то клиент ему спрашивает, он трёт, тут же видит, что всё синее, падает в оборох, начинает сильнее тереть. Не нужно этого делать. Нанесли и оставили, визуально наблюдайте. То есть вы никуда не уходите, вы стоите, наблюдаете. Если вы понимаете, что идёт хорошая нейтрализация, что такое хорошая нейтрализация, это когда вы видите некомфортный противоположный цвет. Было красное, стало зелёное, но это на низких уровнях глубины тона, да? Если вы блондинку сделаете зелёной, а потом перекроете, вы перекроете, но она будет уже не блондинка, а... Она спустит у... Да, вот, поэтому, когда вы... Канюша, я тебе прям перебить ненадолго хочу, во-первых, выдохнуть, да? Такой полезный эфир нам люди пишут, и мы обязательно его сохраним. Вот несколько вопросов, сохраните, пожалуйста, сохраните, мы обязательно сохраним, ищите в нашей ленте. Ну, всё, что от нас зависит, мы сделаем, если каких-то сбоев вдруг не случится. Вот, и я хочу сказать, что мы в конце эфира, да, сегодня, Татьянка готовила для вас подарок, и она расскажет, как его получить. Кстати, вот какой подарок, расскажи нам. Подарок. У нас будет целый урок по нейтрализации, то есть это не глобальная колористика, да, это, опять же, выжимка, но визуально вы хотя бы сможете посмотреть на практике то, что я сейчас говорю вам, да, то есть как мы докладываем, что мы делаем, и как мы нейтрализуем. Поэтому, друзья, вы оставайтесь с нами до конца, да, но я и так понимаю, что все с удовольствием вот сидят и вернулись даже больше после нашего первого эфира. В конце эфира обязательно мы расскажем, как получить этот подарок. Очень полезный эфир, спасибо. Вы оставляете свои вопросы, тем, кому мешаются комментарии, вам правильно и дали сейчас советы. Вы сами себе их можете отключить, да, два раза тапнув или провести по экрану, у всех по-разному это происходит. Вот. Пока передаю слово. Спасибо большое, потому что часть с малиной мне помогла, нет, я хоть чуть-чуть блатнула. Вот. То есть нейтрализация, ребят, запоминаем, это всегда некрасиво, то есть не нужно ждать от нейтрализации прям эффекта, вау, блин, классно получилось. Мы все изучали противоположные цвета, да, первичные, вторичные, напротив друг друга находящиеся, нейтрализация происходит. Но почему-то нам никто не рассказывал, что не нужно ждать красоты. Это не получается прям вот, ну, никакой цвет, да, некрасивый. Далее. Если вы применяете, вы понимаете, что не до конца уходит этот фон осветления, как правило, он получается уже более грязный, более холодный, но все равно какая-то меднинка присутствует, да, то есть если мы сейчас берем пример, где у нас был красный, значит, вы просто не увидели медь, да, и когда нейтрализовывали все синим, у вас она как раз-таки начала проявляться, то есть не хватает, так, ребят, сейчас подождите, когда вы нейтрализовывали красный, вы взяли зеленый, да, но все равно получается грязный, зеленый, с подтоном такой вот меди, значит, нужно добавить в эту же баню сверху синего микстона, я уже просто заговорилась. Синего микстона. Чем удобно бане? То, что вы в процессе можете корректировать оттенок, да, будь то какой-то там красивый цвет вы уже закладываете к ленту, либо нейтрализация, вы можете в процессе, потому что сложно, когда вы нанесли тонирование, к примеру, да, или после смывки вы сделали окрашивание, потом сидите 20 минут ждете, потом сушите, и только потом вы видите, что, блин, ну, все равно она какая-то медная, да, то есть баня помогает прямо в процессе привести клиента к желаемому. Дальше. Сделали нейтрализацию, у вас получается некрасиво. Желательно клиенту об этом сказать до того, как вы делаете, чтобы это не было такое, что, блин, Маша стоит сейчас и перебывается, что так и должно быть зеленая голова, а носить, ну да, конечно, что-то там наделать. То есть заранее сказать, что сейчас будет страшно, некрасиво, и они даже потом ждут прям вообще что-то такого страшного, когда ты их сажаешь, они, ну, блин, ничего вроде. Вот. И после нейтрализации важно смещение цвета, да, но мы же не можем оставить ее сине-зеленое. Поэтому вы выбираете рецепт какой-то свой и добавляете просто грамм, не грамм, а грамм. Ребят, чувствуете, да, я хочу все за мою жизнь. Он же рекомендует, Танюша, не торопись, не торопись, мы с Роскеем. Ну, мы хотим в час уложиться, боимся, что... Да, поэтому, видите, я перестаю вам. О всем поговорить. Вот. Значит, хорошо, я чуть-чуть это сбавлю. Значит, горошину розового, микстона, любой, какой у вас есть, главное, чтобы он не был фуксия какой-то и не был с оттенком фиолетового, розовый. После смывки, после нейтрализации бани, да, не старайтесь клиенту объяснить, что она не имеет, ну, особо права, скажем так, выбирать цветовое направление. То есть она не может заказать, там, какой-нибудь цвет шампанского, притемненного, там, к примеру, да, у вас сложная задача, как у колориста, убрать косметику, затонировать и отправить ее так, чтобы цвет держался долго и не вымывался по на стене. Это основная задача. Поэтому мы не выбираем цвет пудры, да, мы не выбираем, там, сложные какие-то оттенки. Мы всегда говорим, мы делаем натуральный оттенок, а дальше будет видно, да, там, следующие визиты. Поэтому после нейтрализации вы выбираете, соответственно, уровень глубины тона, на котором вы хотите остаться, и просто либо направление ноль, нейтральное, да, там, ну, к примеру, там, 6-0, либо вы выбираете 6-1, если это мягкая сандре, то есть не фиолет прям, а вот между пеплом и сандре, и горошину розовую. Цвета у вас получаются просто бомбические, клиенты вам скажут огромное спасибо. Сейчас еще чуть-чуть про нейтрализацию блонда. Я вот по пупкам, хороший вопрос, вот тут, почему нельзя мекстон положить прямо в краситель для нейтрализации? Почему прямо в краситель нельзя добавить? Оль, чуть-чуть погромче, плохо слышу? Вопрос хороший здесь. Почему нельзя положить мекстон сразу в краситель? Почему можно? Это я и говорю. Вы берете краситель. А, вы имеете в виду розовый, наверное, она имеет в виду. Вот так. Уточните свой вопрос, пожалуйста. Да, ребят, смотрите, чтобы мы отначали прям расширенно на вопросы, давайте его вот, чтобы было понятно, да, почему нельзя положить мекстон сразу в краситель? Если вы говорите о нейтрализующем корректоре, то мы его как раз-таки кладем в краситель, да. Если вы говорите о розовом мекстоне, то если вы прям мега понимающий мастер по нейтрализации, если вы прям четко видите фоноцепление, вы можете сразу доложить розовое в нейтрализующую баню. Но скажу по своему опыту, что даже у меня бывают такие случаи, что я до конца не понимаю фоноцепление, с которым я сейчас буду работать. То есть я иду постепенно, да, то есть я докладываю синего, понимаю, что еще синего, еще синего, чуть-чуть, допустим, зеленого, к примеру. А если я доложу розовый, он мне будет мешать, и я не буду видеть, насколько я нейтрализовала, поэтому я вас веду более простым для вас путем, разбивая на этапы смещения, вот, допустим, цвета. Вот. Надеюсь, ответила. Для чего синий и зеленый отдельно наносить? Уже я про это говорила, ребят. Если вы не до конца правильно увидели фоноцепление, то есть вы можете предполагать, что это красный и добавить туда зеленого оттенка, но у вас нейтрализация не будет происходить, то есть вы будете постоянно видеть, что у вас каким-то медью какой-то грязный отдает, понимаете? Поэтому вам нужно будет доложить еще синего. Если еще раз повторю, вы прям четко понимаете, с каким фоном вы работаете, вы можете просто, допустим, смешать синий и зеленый. Вы можете, может, это будет просто зеленый, да, потому что у вас красного больше, вы можете просто синий доложить, но по опыту я 100% вам говорю, что мало мастеров, кто сразу может понимать фоноцепление. Какое количество доложить? Здесь очень большой опыт и насмотренность. Вот. Вопрос. Пришел вопрос еще, да, в заявке. Нужно ли добавлять пенку для бритья в состав для бани? Ребята, состав для бани, я так понимаю, сейчас это уже кругое русло выходит. Это другая история. Не знаю, там, будем касаться моего сегодня или нет. Мы сегодня говорим о классических банях, вот. Поэтому сейчас этот вопрос пропускаю. Я вам говорю о классическом инструменте работы. По поводу пенных основ и вытяжек цвета. Вот, допустим, если вытяжку цвета взять, то вам и фотографировать особо ничего не придется и открашивать, да. Вы когда делаете вытяжку цвета, даже из миксона, вы уже понимаете, на каком уровне глубины тона ваш краситель. Вот. Поэтому сейчас уходим от момента пена для бритья, а если так и прочее. Если останется время, можем там чуть-чуть поговорить, но у нас очень большой объем. Друзья, я рекомендую, вот, после сохранения эфира, если какие-то вопросы у вас останутся, вы можете в комментарии, да, к сохраненному эфиру найти ссылку на Татьяну. Если вы еще на нее до сих пор не подписаны, да, подпишитесь обязательно. Или вы можете свои вопросы не заданные, не отвеченные оставить в комментариях, обязательно их проработаем. Да. Так, едем дальше. Едем дальше. Едем дальше. Если у вас, допустим, блондинка, да, сделали какое-то декопирование, там, к примеру, 12-го рядом почистили длину, понятное дело, что это уже высокие уровни глубины тона, там нам не нужны мощные корректоры, здесь мы будем пользоваться разбавленным зеленым, к примеру, все мы знаем, как разбавить, это вы берете большее количество окислителя по отношению к микс-тону. Здесь уже, как правило, вы можете не подключать уровень глубины тона, ну, красителя, да, это можно сработать одним микс-тоном. То есть, если у вас микс-тон, там, грубо говоря, на восьмом уровне глубины тона, а вам нужно по блондиночке пройтись, там, на двенадцатом уровне глубины тона, вы можете просто это все размыть и сделать баню также через шампунь, окислитель и непосредственно микс-тон. Это будет у вас нейтрализация. При смещении цвета вы также выбираете какой-то оттенок, здесь уже оттенки у вас могут быть абсолютно разными, вы единственное каплю розового, да, там, 005, добавляете в свою смесь тонирующую и уже тонируете. То есть, на самом деле, вы можете сделать баню нейтрализующую, а потом баню корректирующую, ну, для смещения цвета. Это может быть баня, это будет являться экспрессом для тех, кто, допустим, не хочет, ну, долго времени тратить, да, к примеру, вот. Под шампунем очень быстро все проявляется, пигментация быстро срабатывает, и вы видите. Единственное, на баню я вам посоветую брать, красители, которые максимально пигментированы. То есть, у нас есть красители лайтовые, которые очень прозрачные какие-то. Поспильные. Да, а есть, которые действительно относятся к общей палитре, у них пигментация очень хорошая, как правило, они хорошо закрашивают седину. Вот, такими моментами можно работать. Вот, по поводу пигментации сказала. Дальше, смотрите, вот очень хорошо. Какой процент окислителя брать? А мы всегда по классике берем 3%. То есть, хорошо работает, у вас идет еще добавление шампуня, да, процент все равно слегка размывается, процент самого окислителя. И вы плюс-минус выходите на полтора, один на девять, что-то такое. Вот, можно взять ниже, к примеру, но понимаете, что вы этот процент тоже размотили, либо можно взять выше, если есть какая-то определенная цель. То есть, чтобы мастер что-то делал, он должен понимать, для чего он это делает. То есть, хочу взять шестерку. Ну, первый вопрос сама себе. Для чего ты ее хочешь взять? Ну, просто нет, не подходит. Там, хочу взять полтора. А, да, для чего? Хочу сделать меньше агрессивную структуру волосов. Окей, классно, но я же понимаю, что я еще шампунь добавлю, что я еще на водяные волосы, это все наше, да, волосы, которые в воде. И отсюда у меня должно быть понимание, что процент еще упадет. Будет ли оно носибельно? Будет ли оно долго держаться? Если мы работаем на классической бане трехпроцентной, то, может ли даже не сомневаться, это стойка, но без фанатизма, да, то есть, 15 лет ничего держаться не будет, как и любой краситель имеет свойство смываться. А то, знаете, иногда, то есть, два месяца проходило, все смылось. Блин, прикольно, что хотя бы два месяца, вот. Поэтому, особенно, если вы закладываете несколько этапов, нейтрализация, потом, к примеру, смещение цвета, да, то у вас все вымывается, но более комфортно. Сразу предвидя вопрос, скажу, очень часто задаваемый, а когда я сделаю нейтрализацию некомфортную, да, синий, зеленый, не вымоется ли верхний оттенок в зеленое направление? Не вымоется, ребят, все происходит очень эстетично, работая с блондинками через нейтрализацию, вы уже забудете вот это вот, что-то смылось все в желтое. Они будут проходить просто светленькие и беленькие. То есть, вот нейтрализация, она как волшебная таблетка, но с ней нужно чуть-чуть либо опытным путем наработать ее, ну, либо с пониманием подходить. Вот сейчас я вас все-таки веду, чтобы вы опытным путем делали, потому что, ну, я не могу за час обучить там глобальную какую-то систему. Вот, что касается нейтрализации. Оль, что, едем дальше? Да, едем дальше, я пытаюсь проверить на все эти случающие вопросы. Розовый, вот хороший вопрос. Розовый, это микстон или готовый оттенок? А розовый вообще, ребят, я вам сейчас говорила за микстон. Вот, но можно взять и из красителя, но чтобы взять из красителя и найти этот розовый, вы должны будете опытным путем поковырять, порассветлять, к примеру, вы берете одну часть красителя на низком уровне глубины дона, к примеру, это может быть даже красный, да, это может быть какой-нибудь пять красный, то есть цифры у всех разные, и один к десяти с экстонителем, трехпроцентным его развести, открасить прядь и посмотреть, розовый она или нет. В некоторых фирмах это может быть махагоновое направление, то есть вы берете, допустим, там тоже на пятом уровне махагон, разводите один к десяти, и вы, возможно, получите розовое направление. У нас так было, по-моему, с Тэфи, вот мы его разбавили, получился очень красивый оттенок. Но каждый раз... взять готовый махагон. Так, вопрос был, где будет сохранен эфир? Друзья, мы сейчас... эфир у нас проходит на платформе профиля Яприкмахер, проект Яприкмахер. Вы можете вот здесь, надо мной, вот в этом уголочке стрелочку дату нажать, и вы увидите, кто участвует в эфире. Так, пошла у Татьяны Игоря Разума. Всем, кто еще сомневается, очень рекомендую, это очень круто. Кстати, были вопросы про стоимость, вообще как попасть, может быть, об этом немножко расскажем? Да, давайте вот мы сейчас наш блок... Закроем наш план. А потом уже... Я, конечно, чуть-чуть скажу обязательно, вот, информацию дам. Оль, переходим к... Переходим к следующей... К компенсации. То есть мы с вами подведем итог. Нейтрализация – это либо уровень глубины тона, на котором вы нейтрализуете, плюс микс тона, либо микс тона темные, да, какие-то, плюс 3% окислителя, плюс шампунь. Все вместе в равных пропорциях. Краситель и микс тон, соответственно, это одна пропорция. Вот. Все перемешивайте, не кисточкой, венчиком, потому что какая-то часть, если останется у вас на кисточке, то у вас будет уже не та формула, которую вы запланировали. По нейтрализации понятно. Есть, конечно, еще обратная нейтрализация, когда у вас там волосы получились, грубо говоря, зеленые, нужно нейтрализовать, то вы берете... Так, пропал звук, надеюсь, что только у меня. Последняя фраза, вот, я думаю, надо повторить, потому что звук исчез. А вот сейчас слышно? Да, да. Слышно. Вот, это хорошо. Еще один лайфхак так дам, ребята. Смотрите, если вдруг получаются волосы, ну, к примеру, это уже конечная окрашивание, вы делаете блондинку, и она у вас получилась стальная, некомфортная. Зеленцой, может быть, да, мы что-то экспериментировали. И всегда мастеру говорю, если тебе кажется, что цвет некомфортный, тебе не кажется, значит, так оно и есть. Значит, нужно сместить цвет прямо в раковине, а не доказывать ей потом возле кресла, что, блин, у нас такое освещение, вы идите на улицу, там все будет хорошо. Ребят, берете розовый микстон, можно уже достаточно яркий, да, манженту какую-нибудь взять, там в Лонде есть 65-е направление. Берете прямо 2 сантиметра плюс 2 грамма 3-х процентного окислителя. Хорошо это все перемешиваете, здесь уже нет шампуня, и на литр воды разводите. Это очень круто смещает цвет, особенно вот блондинок, которые вы стоите и в шоке, что она там какая-то зеленая, к примеру, получилась, да. Вы это, волосы нанесли бальзам, слегка подсмыли, потому что, чтобы не впиявился цвет, да, чтобы вам обратно не надо было витрализован. Вы нанесли бальзам, чуть-чуть подсмыли, волосы склизкие, и не просто сверху поливаем, а вот затылочную зону отделили, полили, сверху полили, а если вдруг не размешали микс-тон, и он ляпнулся капелькой, не надо его втирать, вы его вотрете, просто сполосните водой, и он смоется. И буквально несколько секунд у вас получается сдвиг цвета, очень красиво. Если у вас получилось, что вы, наоборот, засинили, она больше получилась стальная, сюда вы доливаете не манженту, а 43-е направление, медно-золотистая. Всё так же разводите, так же споласкиваете. Иногда я даже совмещаю два цвета, потому что, ну, я, допустим, не понимаю, больше зелёный или больше синий, вот с этим всегда проблема. Всё, в эту болтушку делайте, ополаскивайте, и наоборот, а надолго, навсегда. Вот цвет будет вымываться, он будет эстетично вымываться, никакой зелени не будет. Это вот прям работает волшебно. Повторите рецепт, очень просят уже не первый раз, быстренько. Хорошо. Далёте розовый микстон или 43-й, в зависимости, что нужно нейтрализовать. 2 сантиметра, к примеру, да? Ребят, здесь не принципиально. Вы можете 5 сантиметров взять, главное, чтобы у вас жидкость потом была прозрачная, да? Вот, допустим, берёте 2 сантиметра микстона розового или 43-го, добавляете 2 грамма 3-х процентного окислителя, вымешиваете всё, доливаете чуть-чуть водички, размешиваете, чтобы комочков не было, и потом на литр воды заливаете. У вас получается розовая вода или золотистая, или медная. Всё, и потом уже на полосы эти волосы, да. Друзья, будет сохранён эфир, если вам какие-то моменты понравились, вы можете пересмотреть, поставить на паузу, законспектировать без проблем, просто сейчас для себя отметьте, что именно вы там хотите потом найти, чтобы не забыть. Так, я пока смотрю вопросы, которые пришли к нам. Какой процент оксида добавляем для бани? Мы уже говорили, что это 3%. Какой процент, какой процент, да. Один и тот же вопрос. 3%, правильно же я говорю? Да, 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 классика. Так, ну что, я хочу немножко сейчас здесь такую паузу взять, сказать, что мы в эфире уже примерно 35 минут, то есть у нас до конца эфира остаётся 25 минут для ориентира, Танюша. А у нас ещё, да, у нас ещё поле не переплаканное. Ну, начинаю, быстро пойду, да? Да, да. Дальше попроще уже, это у нас компенсация, сразу рассказываю, ребята, записываем. Компенсацию вы берёте, желаемый уровень, глубины то, сейчас объясню, как выбирать желаемый, и всё, что касается с медным направлением, с красным направлением, медно-красным, медно-золотистым, здесь как раз-таки табличку, которую вам всегда дают на разных обучениях, что на восьмом уровне глубины тона фон у вас медный, к примеру, да? Вот здесь это будет работать. К примеру, компенсация. Вот пришла к вам блондинка, здесь у неё, ну, давайте, там, восьмой уровень глубины тона, здесь она сделала докопирку дома сама, и здесь там, ну, докопированная часть, да, представляете, визуально белое полотно, и какой-нибудь отросший корень, пускай тоже на восьмом уровне глубины тона. Ей нужно всё под восемь сравнять, то есть вот сюда, вот сюда надо что-то положить, да, потому что если мы бабахнем одним рецептом, ну, понятно, что здесь будет всё печально. Соответственно, я беру восьмой уровень глубины тона, сорок четвёртое направление, если сильно докопировано, можно даже чуть-чуть красного добавить, вот, плюс шампунь, всё перемешиваю, плюс трёхпроцентный натислик, всё перемешиваю, ну, то есть замес нашей бани. Волосы в раковину, клиента в раковину сажаем, всё это дело намочила. Здесь я иногда предлагаю пойти через бальзам, чтобы вам было проще отделять, да, потому что, как бы, работа сложная, вам нужно компенсацию нанести только на докопирку, и вот чтобы концы там не путались, особенно после такого-то она, наверное, дома что-то сама там делала, вот, поэтому всё, бальзамчик сполоснули, чтобы вам было просто вот это вот отделение было, и баню компенсирующую вы накладываете, ну, докладываете только на вот эти части. Быстро не умеете работать, значит, участками сюда положи, сюда положи, сюда положи. Ребят, ни вот так, ни мусякаем, вниз не стягиваем, иначе вы вот эту перетянете туда, где уже есть восьмёрка, и вы получите тоже усиленный результат. И прикладывать пряди ничем не нужно? Ничем не нужно, в раковине это всё нормально происходит. Главное, руки и ваше понимание, что концентрация вот сюда и никуда, вот сюда и никуда больше. В этой бане очень важно, чтобы краситель был плотный, да, то есть если мы возьмём, к примеру, коралл, сам по себе триар, он классный для тонирования, но на бане он не совсем подходит, потому что он прозрачный, он просто вам не будет давать, если уж у вас прозрачный краситель, то вы вправе взять на тон ниже красителя, понимаете, да, то есть это может быть семёрка, но которая по визуалу выглядит, ну, неплотно, и она больше даже к восьмёрке, то есть здесь уже понимание вашего бренда, чем вы работаете, вот, то есть вот таким же... Мы на самом деле пытаемся восстановить потерянную фоносветление, потерянную фоносветление. Да, и потом, допустим, вот вы понимаете, да, это сложно, это уже сложный вид работы, да, вот у вас здесь произошла компенсация, понятно, что это всё выглядит таким оранжевым цветом, сюда что нужно положить? Нейтрализация. У меня в интернете и в инстаграме очень много работ, где я даже корни натуральные не трогаю, то есть я играю здесь банями, подгоняю, и корень у неё остаётся ровный, ну, нетронутый, натуральный, и вся она выглядит натурально, ну, то есть для кого-то, кто-то не хочет вообще красить, но хочет убрать вот эту вот просто неэстетику с волос, это если вы научитесь это делать, это просто, я не знаю, прайс ваш будет очень высоко можно будет поднимать, потому что это реально такая работа эксклюзивная. Вот, где ещё могу применять? Где ещё могу применять? Я очень часто экономлю время, то есть я не хочу, чтобы мой клиент 15 часов сидел в кресле, во-первых, я должна взять 5 миллионов с него за эту работу тогда, и во-вторых, он должен живым отсюда выйти, а не выползти от меня. Вот, поэтому иногда я беру и осветляю корни, там, 6 сантиметров у неё, понятно, надо разные оксиды, там, разные красители, да, взять, но я осознанно могу накладывать, ну, наносить краситель на все 6 сантиметров, осветляющий какой-нибудь, обесцвечивающий продукт. Я понимаю, что у корня что будет? Засвет, правильно? Светлее же будет, здесь будет темнее по фону осветления, но баня и компенсирующая, это быстро выровняет, это лучше, если я буду ей выбирать, перекладывать, с порошком что-то делать. У меня, если ниже опуститься в инстаграме, много работ, которые визуально кажутся, ну, что она делает, это корни, это же ужас какой-то. Компенсирующая баня рулит, ребят, это очень хороший инструмент в работе, надо научиться. После компенсации можно сделать нейтрализацию, а потом затонировать. Вот вопрос, можно еще раз вопрос, как смыть, если сильно пепельный с мекстоном розовым не успела? Как смыть? Я не понимаю, если перебор, как снять лишнее? Ну, лишнее вы можете снять, когда вы делаете нейтрализацию теплым оттенком, то есть у вас получилась она зеленая, стальная, да, вы там сделали розовым, к примеру, у вас визуально цвет будет светлее, визуально. А если вы все-таки ушли в затемнение, ну, пожалуйста, берете классическую кислую смывку, к органической смывке имеет место быть, но для меня она больше подсушивает, чем кислая, то есть вы берете первую фазу, вторую фазу кислой смывки, шампунь глубокой очистки, все в равных пропорциях и снимаете цвет, который вы только что сделали. Это не работает с палетом, ну, понимание есть, да, то есть если палет, у меня есть такие, которые пишут, не работает, ну, куда мы это накладываем-то? Вот, поэтому подснять цвет можно, кислый, это прям очень хороший инструмент тоже. А вот лимон, аспирин, и же с ними, как-то как-то говорится. Ребят, можно это делать, но, понимаете, как, всему свое место должно быть. Если мы говорим там, когда мы работаем с черным, это прям вообще актуально, это очень круто, это вычищает волосы, предподготавливает к дальнейшим процедурам. Если мы говорим о блондинках, то я бы, еще раз говорю, по силе, сухости, скажем так, если по-простому, я бы все-таки о блондинках под снятие легкого оттенка выбирала кислотку и шампунь, нежели органику, вот, особенно там аспирин, спирт или вот это вот все. Понимаете, то есть все они рабочие, но понимание должно быть, куда мы докладываем. Так, не останавливаемся. Все, поехали. Дальше у нас компенсирующая, ой, не трех, господи, выравнивающая. Очень хорошо работает на выравнивании полотна, не которое с большими участками, да, к примеру, давайте вот такой лайфхак, правильно, вот, расскажу, когда у вас есть, допустим, милирка, милирка, штопка мелкая, которую вы сами делали, которые промежутки уже даже не понять, какой базы они там, да, но они и не порошковые. К примеру, у вас получается промежуток, там, волосы декопированные, пускай 15 уровень глубины тона, вы понимаете, да, что на 12 уровне глубины тона не останавливается у нас градация цветов, допустим, белые волосы, а промежуток, ну, там, пускай на 12, ну, нет, ну, на каком-нибудь там, ну, на десятке, да, на восьмерке даже, если вот, то есть такая градация допустима. Не так, что у вас декопированные, а промежутки на четвертом уровне глубины, я вот почему, это очень большая уже дра. Контрастный. Да, контрастный. Спасибо, Воль. Не, реально вот эти слова начинают спонять. Вот, и когда ваш клиент говорит, я не хочу быть порошковой, я не хочу персульфаты, волосы обламывать, я хочу на 12 ряд, у мастера целая проблема, что делать, да, тут-то порошок, сила осветления, а, соответственно, фон осветление чище, нежели я сделаю 12 рядом, да, то есть, ну, понятно, тут будет желтый, тут будет серый, если в конце затонировать, и мастер впадает в шок, либо выбирать все пряди, а это такая себе работа, либо что-то надо делать. Что делать? 12 рядом осветляем корни, должен быть хорошая, хорошая мячность красителя, высокий процент окислителя, да, но это о работе с блондом. Кто знает, отлично, кто не знает, подумайте, вам эти знания обязательно нужны, и когда мы выдерживаем корни, мы смываем, мы как раз-таки видим этот ужас, желтые корни, и тут все что-то докопируют, непонятно. Вот здесь как раз-таки нам поможет компенсирующая баня, то есть я беру шоколадное направление, не компенсирующее, выравнивающее, а шоколадное направление из ваших палитр. Какой уровень глубины дона взять? Ну, к примеру, там на девятом, потому что на десятке это будет уже совсем мало пигмента. То есть вы берете на девятке шоколадное направление. Шоколадное направление, ребята, очень важно, чтобы было не фиолетовым. Это работа с вашим брендом, это работа с вашим технологом, это ваше личное наблюдение в работе, как вся краситель ведет. Фиолетовое не должно быть. Если вы возьмете шоколад, в котором будет доминирующий фиолетовый пигмент, у вас как раз-таки все провалится и будет выражено. На докопированных это будет холодно-фиолетовое направление, корни будут желтые, оранжевые, и получится грязь. То есть вы берете шоколадное направление, главное, чтобы это был спокойный шоколад, махагоновый, пепельный он может быть. У всех, правда, не буду сейчас про это говорить. Краситель, окислитель и шампунь тропроцентный. Все так же. Все смешиваете и начинаете наносить на полотно. Здесь визуальный контроль. Как только вы поймали, что вот это все сравнялось под уровень глубины тона корней, вы и на корни начинаете наносить. Слегка эмульгируете, и у вас получаются очень красивые оттенки. Они, как правило, такие розовые, перламутровые какие-то. Но в итоге вы можете потом перекрыть это все тонированием. Это если теплое вам нужно. Если вам из этого всего нужно получить прям холод, кто-то сталь хочет, да, то вы делаете нейтрализацию, а потом вы делаете тонирование, к примеру. Это считается сложное окрашивание, но оно делается за более короткий интервал, нежели вы будете там выбирать эти пряди. Вот. И еще один момент расскажу. Вот, то есть, привести пример на твоем бренде, с которым ты работаешь, вот эта шоколада. Смотрите, я, допустим, у меня есть градация, я работаю с блондом, это один бренд, да, там, стонированные другие бренды, и на технические процедуры, как я их называю, бани, это на данный момент, это бренд Constant DeLette. То есть, я его люблю именно в бане. То есть, я его не возьму по определенным причинам. За что, за плотность? За плотность и за пыльность оттенков. То есть, это здесь тоже важно. Они не яркие. Представляете, если на декопирку положить что-то яркое, оно, конечно, будет вам хванить. А вот это вот все помятое, я у них миксона вот эти люблю все грязное, помятое, здесь это имеет место быть. То есть, 62-е направление, 65-е направление, это вообще вот хит, хитяу, как хотите, назовите. И себестоимость данного продукта, она, в принципе, всем по карману. Потому что, если вы будете работать, ну, грубо говоря, на премиальном каком-то бренде, представьте, это техническая процедура. Да? И вложить в нее там тысячу рублей, ну, такое себе мероприятие. Нет, ну, может быть, конечно, вы можете потом себе в краску отложить, но я всегда говорю, я хочу зарабатывать. Поэтому я буду как можно меньше вкладывать в себе, ну, продукт. Продукт. Вот. Компенсирующая баня. Также, если у вас есть небольшой какой-то участок, чик, там, ну, вы видите, она что-то там дома тоже пыталась, там, подружка покрасилась, чуть-чуть посветлее получилась. То есть, когда у вас небольшие расстояния и не разная, ой, как ты мне сказала, разная глубина, да? Ну, контрастность, да. Да, если нету контрастности у вас, то вы можете, в принципе, сработать баней-выравнивающей. Если большая контрастность, если большие участки, то вам компенсация. Когда вы дойдете прямо вот до вершины профессионализма, скажем, вы уже умело будете работать компенсирующей, выравнивающей, их вместе можно складывать. Более скажу, самая вершина ипогея, или как-то здесь три бани сложить вместе. Но это такое себе мероприятие, когда нейтрализующий выравнивающий, то есть быстро, когда надо что-то, вот, но... Уже надо очень хорошо детально понимать, что ты делаешь. Да, но выравнивающие и компенсирующие, они, в принципе, между собой очень хорошо совместимы, то есть выравнивание шоколад и какое-то теплое направление для компенсации. Так, какой контрастность бывает с витамином С? Да, ну да. Да. Выравнивающий, да, добавляющий шампунь. Так, какой оксид добавляем? Ну, это все те же вопросы. Так, вашу формулу. Ну, мы сейчас уже формулу, да, формулу. Конкретно все-таки оттенок расскажешь? Вот из константа была, это какое именно? 62-е, 65-е направление. 62-е, 65-е. Ну, и конкретно формулу. Мы любим, да, формулу очень. А какую, ребят, формулу берете уровень глубины тона? Либо в 65-м, 62-м направлении можно смешать 3-процентный окислитель и шампунь. Ну, это формула. Классическая баня. А сейчас вот хороший вопрос. Ира задает, смывать просто водой между банями. Ир, ты можешь смывать хорошо водой, если вот ты все промыла, чтобы у тебя остаток пигмента не остался на волосах. Шампунь в данном случае промывать можно, не промывать. Но бальзам я рекомендую нанести только для того, чтобы тебе следующую баню было удобно наносить. Иногда волосы, знаете, вот сжамканные, а тебе нужно, к примеру, там, нейтрализацию на какой-то участочек нанести. И вот чтобы тебе было просто, ты можешь нанести бальзам, сполоснуть его, волосы склизкие, получается, и ты уже будешь хорошо работать. Ну, он еще как восстановительную структуру сработает при этом. А сейчас вот еще, Оль, вопрос. Аня спрашивает, блеска не хватает в бане? Да, Аня, я согласна с тобой. Баня, и не нужно ждать от нее блеска, потому что она идет на разрыхление структуры, у нас еще добавляется шампунь. То есть это больше к технической процедуре относится, без которой мы очень трудно живем. Но, владея пониманиями, что можно добавить кое-какие присадки в бане, в бане это БАДы, я также этому учу, то вы даже с баней получите блеск. Вот. Так, у нас сейчас остается буквально 10 минут, и нас уже может выкинуть, к сожалению, из эфира Инстаграм. Вот какие у нас еще вопросы остались? Сыпятся вопросы мне сейчас про обучение, мы обещали коснуться, давай расскажем. Ну, у нас еще остается про подарочек мы хотели коснуться. Да, все, сейчас все озвучим. Смотрите, ребят, у нас есть масштабнейший курс, на минуточку скажу, что это самый рекомендуемый курс между мастеров, да, то есть у нас большая возвращаемость по сарафанному радио, это курс Игры Разума. Система построена очень продуманно, да, от простого к сложному. Все, что я даю там, это работает. То, что у меня нету там какой-то воды, это также мастерами отмечено. Все структурно, все по факту, и то, что вы можете брать, идти применять. Здесь ребята, у меня даже говорят, что они после второго модуля начинают уже зарабатывать. Нереальный крутой курс, я им очень горжусь, и я всем, кого люблю, я рекомендую его пройти. Старт у нас вот уже скоро, 15 ноября. Один из подарков, это то, что мы ребятам, кто у нас сегодня приходит с эфира, будет скидка на обучение, но важно написать мне в Инстаграм, ну, соответственно, быть подписанным в конце-то концов на меня. Написать, допустим, Игры Разума, вам вышли эту информацию всю, вплоть до сколько, как, где проходит, что для этого нужно. Ну, вот все-все-все, все вопросы ответят. ЛИБ, вот, это первый подарок, про Игры Разума сказала, да? Ну, я не знаю, я просто... Это надо уже структурно. Не хочу сейчас раздувать все там, поскольку это модуль, это вообще однозначно очень круто. Вот, поэтому... Объемную, такую обширную информацию вы можете получить. Ну, вы же видите, вот сейчас, что я вам даю, это какая-то доля мизерная вообще. Меня бы оставили тут на месяц, я бы с вами только и разговаривала. Мы уже заметили, все так концентрировано и плотно. Вот, по поводу... Спасибо. По поводу еще одного подарка, который мы сегодня приготовили, это вот урок по нейтрализации. Тем, кому именно этот урок интересен, подписываемся, соответственно, на меня, и в Директ вы пишете баня. Да, вот просто кодовое слово баня, чтобы девочке, которая помогает, он вообще смс за день разгребает, они понимали. Да, да, что вам больше... Ну, что вам непосредственно нужно. Вот, поэтому все, кто сегодня был, пишем либо баня, либо игра. Вот, можете написать и баня, и игра. То есть урок вы в любом случае получите бесплатно. Вот, посмотрите, познакомитесь, понравится ли моя манера общения, там, результаты, и потом можете также на игры подключиться. Итак, друзья, эфир мы сейчас обязательно сохраним. У нас остается там последние 6-7 минут. Эфир будет сохранен, сможете пересмотреть, сможете найти ссылку на Татьяну, чтобы написать ей в Директ и подписаться. Вот, и повторю, что если вы хотите узнать об обучении, да, то пишем Татьяне в Директ фразу «Игры разума». А если мы хотим получить своим подарок, да, это урок по нейтрализации, то мы пишем слово «баник». Баник. Митраторы, админы вам помогут быстро сориентироваться. Оль, ну да, у меня уже полетели, вот я убираю ременьку. Я, на самом деле, прекрасно сейчас провела вот этот час. Я тоже. Действительно хочу сказать, ну, во-первых, у нас раншлаг по зрителям сегодня, поэтому прям, Татьяна, это доказывает только, что как тебе заинтересовано. Да, я очень рада. Действительно полезно, и соглашусь с тем, что прям выжимки и концентрация. Очень здорово и полезно, друзья. Да, Оль, ну спасибо тебе, кто пригласили. Я, на самом деле, первый раз, да, тебя вижу, но было тоже очень приятно. И в диалоге, вот, то есть не было какой-то скучности, я думаю, да, мы как-то и слышали, и ребята, я смотрю, активные. И по участникам тоже вижу, что очень-очень даже хорошо. Вот, спасибо всем за ваш спрос, как говорится. Чем больше спроса, тем больше я рожаю. Вот, спасибо всем. Мы готовы прощаться? Да, спасибо. Да. Итак, друзья, с нами была Татьяна Лисина. Ждите сохранения эфира. Оставляйте обязательно свои комментарии. Я вас очень прошу, оставляйте свою обратную связь. Нас это очень стимулирует работать с вами, готовить для вас какие-то интересные, полезные эфиры. Ну, я прощаюсь с вами. Танюша, с тобой тоже рада очень познакомиться. Спасибо. Увидимся с вами в новых эфирах, в новых видео на канале Я Прикмахер. Пока-пока. Пока-пока. Пока, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok